Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Начнем с последних данных Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенной в Харькове. Уничтожено до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники. В районе населенного пункта Малатарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «Химорс» производства США и два склада боеприпасов к ним. В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300. А также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области. На восточной окраине населенного пункта Солидар авиации ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось полторы тысячи снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства. Кроме того, в ВКС России за сутки уничтожено 6 пунктов управления, в том числе оперативные группы войск ЮГ, 79-й десанто-штурмовой и 57-й механизированный бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев, Солидар. 6 складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка, Николаевской области, Ивана-Даревка, Зайцево, Звановка, Артемовск, ДНР и Харьков, а также Живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган». Поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Зержинска и Ленинска ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенской Николаевской области. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена Живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителям Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенного пункта Николаевка и Снегиревка сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайская Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополе, Долгенькая, Малые Проходы, Топольская, Червонная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополе Луганской народной республики. Перехвачено 9 украинских баллистических ракет. В районах Чернобаевки, Херсонской области, Первомайская, Донецкой народной республики, Хорошего, Славяно-Сербска, Калинова, Троицкого и Стаханова Луганской народной республики. И 8 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькая, Харьковской области, Чернобаевка, Херсонской области и Луганска. Артиллерийские дуэли продолжаются на севере Харьковской области и Изюмском направлении. Бои и столкновения идут в районе Западной Сосновки и окрестностях Светличного и Питомника. Для вскрытия деятельности Вооруженных сил России по всей линии соприкосновения подразделения ВСУ применяют разведывательные беспилотники. В частности, малоразмерные БПЛА действовали в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Русские Тишки, Верхний Салтов и Петровка. По результатам работы расчетов БПЛА были нанесены артиллерийские и авиационные удары по позициям Вооруженных сил России в районах Казачьей Лопани, Лепцов, Малых Проходов, Гоптовки, Веселого, Сосновки. Вооруженные силы России нанесли ответные удары по опорным и наблюдательным пунктам ВСУ в Русских Тишках, Удах, Петровке, Циркунах, Питомнике, Прудянке, Светличном, Харькове, Слатино, Черкасских Тишках, Перемоге, Кутузовке, Гусаровке, Майспаново, Чепеле, Малой Даниловке, Новой Николаевке. По позициям ВСУ в Харькове было нанесено не менее пяти ракетных ударов. Также наши войска нанесли удары по объектам противников приграничных населенных пунктов Есмань и Шалыгина в Сумской области. Российские силы нанесли артиллерийские ракетные удары по позициям противника в Белопольском, Юнаковском, Серединобудском и Шосткинском районах Сумской области. В городе Шостка поражен пункт дислокации ВСУ на одном из местных промпредприятий. В Черниговской области Вооруженные силы России нанесли огневое поражение по скоплениям украинских сил в населенных пунктах Железный мост и Мхи. На Славянском участке фронта российские войска подходят к Северску. Генштаб ВСУ признал потерю села спорная. Российские войска наносят удары по Звановке и Верхнекаменскому. Быстрое взятие Звановки позволит российской армии отрезать Северск с юга и выйти в тыл оборонительного рубежа ВСУ Северск-Солидар-Бахмут. А освобождение Верхнекаменского открывает дорогу на Северск. Украинские войска пытаются зацепиться за этот рубеж, так как в случае его потери наши войска смогут продвинуться на несколько километров на запад, достигнув Краматорска и Славянска. На Донецком фронте российские войска ведут упорную контрбатарейную борьбу. ВСУ нанесли удары по позициям ВСУ в северных районах Бахмута, а также Славянске, Северске, Авдеевке и на территории Углегорской ТЭС. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожают позиции противника в Авдеевке. Украинский генштаб сообщает о том, что российские войска применяют против ВСУ не только штурмовую и бомбардировочную, но и армейскую авиацию. По некоторым данным работают и особо крупные артиллерийские калибры, включая 203-мм самоходные пушки «Пион». Именно с этого направления в последнее время существенно выросло число украинских обстрелов городов Донецкой Народной Республики. Жители столицы ДНР сообщают о том, что над позициями ВСУ в Авдеевке поднимаются столбы дыма. По предварительным данным уничтожена позиция тяжелой техники и склад боеприпасов, включая снаряды натовского броса. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ готовится к проведению контрнаступления на отдельных участках фронта. В район Кирова, Благодатного, Новоегоровки, Новоалександровки и Березноговатого прибыли 4 автомобильные колонны с военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками. В окрестностях Кирова и Мирного продолжается создание инженерных сооружений. Размещены позиции двух расчетов ПТРК. Артиллерийские и минометные расчеты ВСУ вели огонь с применением 155-мм гаубиц М-37 и 60-мм минометов М-224 по районам в Новой Петровке, Петровском, Васильках, Любимовке, Крещеновке, Чернобаевке. В свою очередь, Вооруженные силы России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по позициям украинской армии в Одесской области в районе населенного пункта Раздельное у границы с Приднестровьем. Также наши войска поразили объекты ВСУ в Ермолинецком районе Хмельницкой области. В ходе военной спецоперации на Украине продолжается применение новейших вооружений из арсенала Вооруженных сил России. В частности, прошло первое боевое применение современных электромагнитных комплексов подавления сигнала «Ступор». С их помощью подавляются сигналы дронов ВСУ, что лишает противника возможности выполнять боевые задачи. Электромагнитные ружья «Ступор» продемонстрировали высокую степень эффективности. Для подавления сигнала обмена данными между беспилотником и его оператором достаточно навести комплекс на цель и нажать кнопку. Беспилотник теряет связь с оператором и принудительно садится в определенную точку. Применение «Ступора» стало особенно актуально после существенного увеличения дронов в арсенале противника. Ружья-антидроны эффективно применялись на разных направлениях, включая западную часть ДНР. «Ступор» создали специалисты главного НИИС робототехники России. Дальность действия комплекса до 2 километров, сектор 20 градусов. В четверг синоптическая ситуация на освобожденных территориях Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будет определяться термической депрессией, а значит, грядущий день ожидается по-летнему солнечный и сухой, с аномально высоким температурным фоном. Прогнозируется облачность 3,6 баллов, верхний и средний, кучевой с нижней кромкой – 1000-1500 метров, верхняя граница – 2-3 километра, без осадков, видимость – более 10 километров, ветер восточных румбов – 3,8 метра в секунду, температура воздуха ночью – плюс 17-22, днем – до 30-35 градусов жары. Погода в районах цели противника будет благоприятствовать эффективному применению таких современных средств поражения ракетных войск и артиллерии, как управляемые артиллерийские снаряды и мины, кассетные боевые части, боевые части ракет с головками самонаведения, а также специальных боеприпасов. В условиях устойчивой сухой погоды, при которой обеспечивается хорошее возгорание надпочвенного покрова, эффективно применение зажигательных и термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенного на открытой местности или в фортификационных сооружениях. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok